Здравствуйте! В эфире Внутренняя Азия, авторский проект Алексея Михалёва. Мы продолжаем говорить о религии во Внутренняй Азии. Сегодня гостем нашей студии является священник Русской Православной Церкви, настоятель храма Покрова Святой Богородицы в селе Белюта и Бичурского района. Это единоверческий храм, отец Пётр Владимирович Шестаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Пётр Владимирович, первое, что интересно. Религиозная палитра Внутренняй Азии, она очень многообразна. И вот существует такое направление, как единоверчество. Что это такое? Когда оно возникло? И что оно из себя представляет? Расскажите, пожалуйста. Собственно говоря, корни единоверия, они уходят в то время, вот именно вот Никоновской реформы, в результате которой произошел раскол церкви. Нужно просто помнить, что среди ревнителей старого благочестия был такой человек, как Протеерей Иоанн Неронов, который впоследствии стал настоятелем... Монастыря? Монастыря. Чудового монастыря в Кремле. Дело в том, что как бы вот в этих спорах он не пошел на конфликт с государем и патриархом, и ему было разрешено, позволено служить старым обрядом и старым чином. Впоследствии в XVIII веке конъюнктура несколько изменилась. Столица переместилась в Петербург, и Москва стала именно плотом старой русской традиции. И поэтому все московские архиереи в той или иной мере были приверженцами именно вот старой до Никоновской традиции. И на рубеже XVIII-XIX веков один из таких очень ярких деятелей русской православной церкви, как митрополит Платон Левшин, обратился к Святейшему Синоду с просьбой о том, чтобы установить в лоне русской православной церкви такое вот религиозно-обрядовое движение, как единоверие. И указом императора Павла I в 1801 году это было утверждено. И сразу же нужно сказать, что как бы вот отклик среди старообрядческого населения был велик. Но одной из ошибок было то, что как бы политика Синода заключалась в том, чтобы не принимать старообряд, а старообрядцев привлечь, скажем так, убедить, преломить, а впоследствии привести все-таки форму нового обряда. И именно поэтому в XIX веке, как бы сказать, это вот движение, оно и не приобрело массовости. Но вот на рубеже XIX и XII веков единоверие очень сильно ширилось, потому что вот государы Александр III и Николай II, они очень к этому относились с любовью, лояльно и очень сильно поддерживали. И вот именно поэтому до революции 1917 года в России уже насчитывалось около 350 единоверских приходов, и в единоверии находилось порядка 400 тысяч человек. И все-таки в чем смысл единоверия? Это соблюдение старых обрядов в храмах, которые принадлежат новой, как бы русской православной церкви, которая возникла после реформы Никона, или наоборот, это православные обряды? В чем разница? Чтобы понял обычный телезритель. Ну, хочется сказать, что очень таким важной вехой в единоверии стал собор 1971 года, когда решением этого собора патриарха и синода было признание старого и нового обряда единочестным, и все спрещения, клятвы и анафемы со старого обряда были сняты як анибамш. То есть здесь была использована старообрядческая формула, что новый и старый обряд признаны равными, и те, допустим, претензии, которые были, те отношения, которые были до этого, как бы полностью обнулить и не считать. И вот сегодня единоверие – это в большей мере является неким таким, скажем так, духовно-философским течением, как вы уже правильно сказали, это молиться по старым книгам пяти первых патриархов, молиться старым чинам, но в лоне русской православной церкви, признавая полностью иерархию московской патриархии и вселенских церквей и патриархов, то есть в единстве со всей Вселенской православной церковью. Сегодня в Бурятии присутствует как минимум три направления старообрядчества – Белокреницкое, Новозыпковское и вплоть до того, что существуют беспоповские согласия. Как вы выстраиваете отношения с ними? Ну, в принципе, именно в нашем регионе видится деятельность, единоверие в том, чтобы выстрелить правильный и грамотный диалог со всеми толками и согласиями старообрядчества. Потому что на сегодняшний день, скажем так, старообрядчество – это уже не некая форма обряда и канонов, это уже больше некое философское духовное течение, некая парадигма развития общества. И поэтому для того, чтобы, как бы сказать, наше православное сообщество двигалось дальше, шло, развивалось, очень важно, чтобы этот диалог был. Потому что вот эта вот древняя традиция, которая в нашем государстве, в нашей церкви складывалась столетиями, очень важно ее осмыслять, сохранять и давать ей некий вектор в будущее. А как иерархия, ну, допустим, русской древнеправославной церкви относится к единоверию? Ну, в принципе, тоже находится на основе выстраивания диалога, потому что для нас это очень важно, потому что, как я уже сказал, старообрядчество, оно уже вышло за рамки обрядов. Это некий философский взгляд на осмысление истории, на осмысление жизни общества, на осмысление государственности, государственной идеологии и, в принципе, на выработку, скажем так, парадигмы продвижения и развития современного российского человека в будущее. Насколько я понимаю, известный в определенных академических, прежде всего, кругах, теоретик геополитики Александр Гелиевич Дугин является последователем единоверия. Это так? Да. Он является сотрудником Института древнерусской православной традиции и является прихожанином храма Покрова Престой Богородицы в Рубцове в Москве, при котором находится этот центр, который возглавляет протеерей Иоанн Миролюбов. То есть, по большому счету, это особое философское течение, которое охватывает не только религиозные стороны жизни, но и светские. И сегодня много ли единоверцев по России? Ну, нужно сказать, что на сегодняшний день среди, скажем так, прихожаней единоверских приходов гораздо больше людей, которые приходят туда не из старообрядки среды, а именно из среды людей, которые находятся в духовном поиске своих корней, своих традиций, своей духовной традиции в православии. Это, кстати, очень сильно вызвано именно неким духовным кризисом, который происходит в нашей стране за последние 25-30 лет, именно с теми процессами, которые происходят в нашем государстве, именно экономическими процессами, когда человек ищет некие духовные пути своего дальнейшего развития, своей жизни, своих взглядов, взгляд на историю своего государства. И именно вот этот вот старый обряд, старая форма обрядовая, она очень привлекает современного человека к своим гуманитарным складам мышления. Это явление российское или мировое? Ну, нужно сказать, что на сегодняшний день, если посмотреть по статистике, то в мире существует порядка 400 приходов единоверческого плана только вот, скажем так, в русской православной традиции. Это приходы в составе Константинопольского патриархата, сербской церкви, румынской церкви, болгарской церкви. Можно четко сказать, что среди, скажем так, приходов русской, православной, зарубежной церкви существует целый сектор единоверческих приходов, которых насчитывает около 40. В лоне русской православной церкви Московской патриархии вот на сегодняшний день насчитывается 84 единоверческих приходов и порядка 300 приходов двуеверных, где богослужения проходят как старым, так и новым чинам. Как обстоит вот это дело в Бурятии? Вот что делается, что не делается? И что бы вы хотели видеть в результате вашей работы, собственно, как священника на территории Республики Бурятия? Ну, на мой взгляд, в принципе, это как бы связано с общероссийской тенденцией. И сегодняшнее наше общество, в том числе и православных людей, находится именно в духовном поиске корней. Найти ту отправную точку, от которой снова можно пойти, развиваться и двигаться дальше. И именно вот единоверие является именно той духовной формой, которая может привлечь большое количество людей в русскую православную церковь. Потому что оно сохраняет при этом и каноническое единство со Вселенской церковью, но и при этом очень развивает и вот именно духовные, традиционные, обрядовые формы, и сами, скажем, большое культурное наследие нашего народа, государственности. И как бы включает в себя весь, скажем так, пласт духовного наследия от крещения Руси до сегодняшнего дня. Преимущественно жители каких районов являются прихожанами единоверческих приходов? Ну, тут именно очень такая, скажем так, интересная математика в том, что вот у нас сегодня в Бурятии два единоверческих прихода и порядка пяти двуеверных, и именно двуобрядных. И нужно сказать, что именно прихожане единоверческих приходов – это примерно как бы 50 на 50. 50% – это выходцы из старообрядческой среды, но 50% – это именно являются люди, которые пришли в церковь сравнительно недавно, которые для себя открыли именно православную традицию, православную культуру, и именно в этом они почувствовали определенный, скажем так, богослужебный, духовный, скажем так, импульс, духовную основу для своего, скажем так, прихода в церковь, в православие, в познание православной традиции. А вторая половина – это вот, как именно я уже сказал, вот именно являются выходцами из старообрядческих районов, но они именно приходят туда для того, чтобы, опять-таки, сохранить свою традицию старообрядческую и при этом быть частью мирового православия. Ну, старообрядчество, как известно, это достаточно древняя книжная культура. И знакомство с этой книжной культурой требует в современных условиях специального образования. Где готовят священников для единоверческих приходов? И где учатся? И вы специально учились для этого? Да, я буквально недавно проходил курсы при Центре Древней Русской Богослужебной Традиции в Москве, вот уже упомянутом храме Покрова Престой Богородицы в Рубцове в Москве. Но нужно сказать, что сегодня в Русской Православной Церкви готовятся как бы вот специалисты по этому вопросу в двух направлениях. Одни, скажем, где готовился я, это вопрос катехический, где бы готовятся люди, которые могли бы рассказывать о единоверии, вести проповедь, беседовать. Именно проповедь, направленную скорее внутрь, скажем так, Русской Православной Церкви, ничем вовне старообрядческую среду. И существует вторая такая школа очень серьезная, это Михайлова Собода. Это первый, скажем так, вот на сегодняшний день единоверческий православный монастырь, где служат полностью по древним канонам, по древним книгам. И там именно они заняты именно обучением, восстановлением вот именно древних церковных чинов, по которым служила Русская Православная Церковь при пяти первых патриархах. — То есть в дальнейшем есть надежда на более масштабное развитие единоверия в рамках Русской Православной Церкви? То есть готовятся кадры, создана фактически, насколько я понял, система образования? — Ну, думается, что масштабности не будет, потому что как бы это движение само по себе, оно и несет масштабных целей. Просто как бы уже в православной среде, в среде православных людей есть уже определенная группа людей, которые как бы уже имеют некий богослужебный вкус и которые бы хотели, как бы сказать, жить вот в этом, в православном мире, учитывая свою определенную, скажем так, вот древнюю традицию. Таких людей не так много, потому что, как бы сказать само по себе, вот жизнь нашего общества, она как бы не способствует, скажем так вот, к обращению взгляду в прошлое. Но, тем не менее, скажем, спрос на это есть, желание есть, и, скажем так, массово это никогда не будет, и масштабно это никогда не будет, но это будет, как бы сказать, иметь очень серьезное будущее и очень серьезные перспективы. — Возрастная группа — это уже взрослые состоявшиеся люди или есть молодежь? — Ну, надо сказать, что, как правило, это люди среднего возраста. В единомерческих приходах не так много людей пожилых, но, скажем так, и мало людей молодых. Это, как правило, опять-таки у нас в единомерческом приходе это в основном это мужчины от 25 до 45 лет, которые уже сложились как отцы, как отцы многодетных семей, и люди, как правило, уже с одним или двумя уже высшими образованиями. — Понимание религии требует не только статистических данных о том, сколько людей пришло, сколько ушло, но и разбора какого-то теоретического, богословского разбора канонов. Существуют ли книги, которые являются именно исследовательской литературой по единоверию? Что почитать простому прихожанину или человеку, желающему интересующемуся вот этим религиозным течением? Вы бы посоветовали хотя бы одну книгу? — Ну, я бы хотел посоветовать некоторых авторов, что, допустим, уже вышеупомянутый Александр Геевич Дугин, он очень много по этому пишет. Но еще есть такой очень серьезный исследователь, автор, как Владимир Карпец, который, к сожалению, недавно умер, буквально вот в конце января этого года. Вот, им очень много написано по, скажем так, по тенденциям развития, по истокам, единоверия по тем вопросам, которые поднимает единоверие. И, в принципе, как бы сказать, одна из этих еще раз таких вот серьезных тем, это все-таки, как бы сказать, опять-таки, единение православных людей на основе своих традиций. — Ну, насколько я знаю, Александр Геевич Дугин пришел к этим религиозным взглядам, в том числе и через буддизм. И этот путь был достаточно сложным у этого человека. Это путь искания Бога. И, насколько я понимаю, именно для тех, кто ищет, это направление является наиболее преимуществом, благоприятным, что я правильно понимаю? — Да. — Потому что нет никаких жестких ограничителей или канонического какого-то барьера, который не позволит человеку прийти в храм и сказать, я хочу принять эту религию, эту конфессию. Так? — Нет никаких. — Спасибо за ответ. Сегодня у нас в студии был священник Петр Владимирович Шестаков. И с вами был я, Алексей Михалев. До новых встреч во внутренней Азии. Субтитры создавал DimaTorzok